Здравствуйте, уважаемые пациенты! Сегодня мы поговорим об иммуномодуляторах при герпетической инфекции. Герпетическая инфекция получает все большее распространение. Она даже приобретает характер эпидемии в современном мире. Все это происходит на фоне общего ослабления иммунной системы, потому что герпес вирусы, их всего 8 типов, обостряются и поражают организм человека на фоне иммунодефицитного состояния, как стойкого иммунодефицитного, так и периодически ослабленной иммунной системы. Чаще всего досаждают человеку герпесы первых двух типов. Герпес первого типа обычно поражает кожу лица. Герпес второго типа чаще всего поражает кожу около половых органов. Для успешного лечения герпетической инфекцией применяются иммуномодуляторы. Они препятствуют распространению вирусной инфекции и утяжелению течения. К сожалению, герпетическую инфекцию полностью победить нельзя. Поэтому мы можем только сократить количество рецидивов. Для этого нам непосредственно нужны противоиммуномодулирующие средства наряду с противовирусной терапией. Противоиммуномодулирующие средства делятся на три класса. Первое это эндогенные, экзогенные и химические чистые вещества. Эндогенные, к ним относятся вещества, которые продуцирует сам организм. Это различные интерфероны, интерлекины, индукторы интерферона. Их чаще всего вырабатывают либо из костного мозга животных, либо из плаценты человека. Эти эндогенные вещества показали свою надежность и безопасность. Но они, конечно, пока по цене очень дороги по сравнению с экзогенными веществами. Экзогенные вещества содержатся во многих растениях и животных. Это такие вещества, как эхинацей, элитрококк, китайский лимонник. В последнее время делают специальные экстракты из этих веществ. И вещества на основе, химически модифицированные на основе растительных препаратов. Они тоже довольно эффективны, но они могут вызвать обострение. То есть обострение воспалительного процесса. И при лечении этими веществами нужно быть к этому готовым. Ну и наконец, третья группа, это группа химически созданных веществ. Это полностью заслуга химиков. Такие иммуномодулирующие свойства этих веществ чаще всего находят случайно. Так как, например, при таком веществе, как левомизол, он первоначально применялся исключительно для лечения паразитарных заболеваний. Также в последнее время распространен препарат такой, как изопринозин, полиоксидоний, алоферон. Эти все вещества, для них наблюдается большое разнообразие фармакологических эффектов. Но и побочные эффекты у них тоже есть. Для их назначения требуется непосредственно консультация иммунолога. Ну, как и с эндогенными веществами, потому что это мощные и довольно, ну, с большими побочными эффектами при неправильном назначении. Когда показано назначение иммуномодуляторов? Ну, это во время, конечно, при частых обострениях герпетической инфекции. Два раза в год и более. При низкой эффективности противовирусной терапии. И лицам с явными признаками иммунодефицита. Например, кандидоз, опоясывающий лишай, различные вторичные инфекции при первичном вирусном поражении. В общем, применение иммуномодуляторов в первом этапе начинается уже при активном герпетическом процессе, то есть при высыпаниях. Второй этап назначения, когда затихают острые признаки. Третий этап для профилактики рецидивов. И четвертый этап при диспансерном наблюдении за герпетической инфекцией. При первом этапе назначаются, прежде всего, препараты интерферона и их индукторы. На втором этапе можно приступать к лечению эндогенами иммуномодуляторами. В принципе, для этого этапа подходят очень хорошо препараты растительного происхождения. На третьем этапе, при отсутствии каких-либо обострений, можно заняться профилактикой и укреплением непосредственно иммунитета. Для этого производится диагностика иммунной системы, это так называемый анализ крови, иммунограмма. И производится коррекция непосредственно параметров иммунной системы. И четвертый этап при диспансерном наблюдении, это вакцина профилактика. То есть, вакцинирование, которое дает стойкий эффект, в принципе, даже отсутствие рецидивов, но при условии, конечно, восстановления параметров иммунной системы, отсутствие рецидивов пожизненно. Это, конечно, самое лучшее, что можно предложить для лечения герпеса. Но вакцина профилактика, она без переначальной диагностики и восстановления иммунной системы, будет, к сожалению, неэффективна. Поэтому с нее начинать, естественно, лечение герпетической инфекцией нельзя. Спасибо за внимание. Если у вас остались вопросы, ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.